Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ. Сегодня у нас будет лекция, посвященная индийской логике и теории аргументации. Ну что же, давайте начнем. Под индийской логикой мы будем понимать формальную схему рассуждения, которую использовали индусы в своих спорах. Нередко под ними подразумевают пяти, десяти и трехчленные силогизмы, которые использовались преимущественно в выводе для другого. Этот термин мы запомним, вывод для другого. Это очень важный термин, его мы будем сегодня обсуждать. Для индийской логики характерна акцентуация на феноменах, на восприятиях, феноменах. Переводят это обычно как восприятие, но я чаще делаю акцент именно на слове феномены. Просто ввиду того, что не во всех теориях познания Индии, ну в общем-то, восприятие фундаментально что-то воспринимает. И есть вещи, которые находятся за пределами именно восприятия, но при этом внутри феноменального мира. И о них тоже можно, собственно, рассуждать. То есть, если школа Ньяя, она скорее, да, опирается больше на восприятие, то, например, некоторые другие школы, такие как буддизм, например, могут опираться уже и на чистые феномены. Здесь мы вот подчеркнем некоторые такие аспекты. Все-таки слово феномен, мне кажется, здесь наиболее успешным и наиболее важным. Потому что феномены, они включают в себя восприятие и многое другое. И это важно, да, что и восприятие, и все остальное. Феномен там, феномен сознания, допустим, да. Если бы индийская логика базировалась только на восприятиях, например, изучать сознание было бы невозможно, потому что нет органа чувств, которые воспринимает сознание. Сознание воспринимается не органом чувств, соответственно, да. В общем, оно феноменально проявляется, как некая данность. О нем рассуждать можно в рамках индийской логики. Ну, да, и прежде всего речь идет о мире наблюдаемом, безусловно. Индийская логика пытается отыскать соотношение не столько между чистыми формальностями в виде чистых слов и символов, как это происходило в Европе, ну или на Западе, сколько устанавливает корреляции между явлениями по определенной форме. Не стоит удивляться, что в индийской теории познания существует также и вывод для себя. Вот вывод для другого и вывод для себя, который не требует никакой логики. Почему он не требует никакой логики? Дальше разворачиваем, да. Ну вот именно потому, что в логике... Ну, потому что вообще речь касается сейчас в данном случае феноменов. Логика использует феномены, складывает их в определенные, в общем-то, структуры и предъявляет оппоненту. А для себя этого не нужно. То есть обычно подразумевается, что вы уже знаете ответ и пытаетесь его оппоненту как-то продемонстрировать. Безошибочно, чтобы это выглядело. Ну и вывод для себя, он как бы для вас очевиден. Вот они ваши феномены. И вам же ваши же феномены доказывать абсолютно бессмысленны и невозможно. Они вам явлены. Являть их же самому себе еще каким-то образом было бы довольно странно и парадоксально. Так вот. Это опять же отличает интеллектуального европейца и индуса. Европеец-рационалист пронизывает свои суждения логикой, с помощью нее доказывая себе те или иные положения, которые часто оторваны от конкретных явлений и уходят в сферу абстрактных универсалей. Универсали здесь в кавычках. Не в прямом смысле это слово употреблено, а вот... Оно относится к тем самым универсалям Средневековья, но не обязательно, что человек в данном случае универсалист и реалист. К общим понятиям. К общим понятиям, да. К общим понятиям, в общем-то. Абстрактные общие понятия, у которых есть какой-то статус. Высокий статус. Иногда онтологический статус. Индус пытается продемонстрировать связку феноменов. Если логика европейцев идет от общего к частному или от частного к общему, то есть, да, опа, вещь, универсалия, универсалия, вещь, универсалия, вещь, универсалия, вещь, да, то, ну, или не вещь, а некое там одно явление, универсалия. Из универсалия опять в явление какое-то уже другое. Сделали такой вывод. Вот, то логика индуса работает по принципу, можно сказать, от частного к частному. Ну, и то тут есть некие нюансы, именно ввиду того, что бывает устанавливается корреляция группы явлений. Группа явлений с группой явлений следует одно явление, допустим, да, вот во всех случаях, где дым, там и огонь. Поэтому вот там вот я дым на горе вижу, ну, значит, там огонь, соответственно. Ни разу не встречал такого, чтобы был дым без огня, да. Ну, вот ввиду этого, ввиду того, что у меня такой феноменальный, феноменологический опыт, я, в общем-то, подумываю о том, что вот там вот огонь. Да, то есть вот это вот тоже частное, но оно не абстрактное при этом. То есть оно может быть и более общее, чем вообще все, что угодно, но степень абстракции вот у этого частного, да, наличие всяких разных феноменальных опытов, оно не такое колоссальное, как может быть в Европе. Европа все-таки позволяет складывать такие слова, как там нация, там государство, да. Вот такие вот абстрактные штуки, которые появляются в нашем дискурсе неожиданно. И вот эти штуки, мы с ними очень много, в общем-то, потом паримся. Общество там, вот такие вот вещи интересные. Такого рода универсалии, ну не знаю, в Индии были, не были, интересно, кстати, надо посмотреть. Но чисто логически с ними работать было бы неудобно в рамках индийской логики. Важно подчеркнуть, что индусы относятся к своей логике в большей степени как к инструменту, потому что она позволяет делать вывод для другого. То есть, это способ объяснить другому свои состояния и показать ему, что его состояния там недостаточно хороши. Или он испытывает то же самое, или он испытывает почти то же самое, но вот я испытываю что-то получше, да. Вот я ближе к Мокше, а ты дальше от Мокше. Ну и так далее, так далее, так далее. Этот инструмент используется, ну, с одной стороны, да, в беседах, но основная цель его использования, это использование в рамках теории аргументации, когда два человека выходят друг против друга на официальный спор с судьями, с аудиторией. Судьи реально решают, кто победил, не просто номинально, ну вот ты победил, ты мне понравился. Есть определенные правила, по которым надо решать, кто победил. Как в европейских дебатах это происходит. Ну вот, Вася, короче, красава, респект, там, да, подержите мое пиво, я, в общем, холландский, и вы победили, да, да, и пиво. И выпил, все, все, там, не знаю, Слава КПСС победил сегодня. Или вот этот Васек, Васек мне очень понравился, Васек красив, короче, замечательный, да еще и, в общем-то, правильной позиции придерживается. Все, значит, победил, конец. Вот так происходит среднестатистическое оценивание дебатов европейского характера. А индийского нет, там четкие правила, то есть ты совершил три ошибки, пошел нафиг отсюда, как бы, все. Не понял три раза тезис оппонента, который поняли все адекватные люди, пошел вон. С тобой никто разговаривать больше не будет. Вот это не сделал, пошел вон, там, не знаю, не упрекнул оппонента, пошел вон. Ну, мы это тоже все обсудим. И очень важно, что при том, что это довольно инструмент для такой специфической вещи, как спор с судьями, спор, в котором еще судьи участвуют, да, где судьи судят. Так еще и ценой может стать переход из одного религиозного сообщества в другое. То есть цена очень высока. И следует заметить, что культура дебатов в Индии древнее и строже, чем даже, ну, вот западная по сей день, да, сегодняшняя западная культура дебатов, она совершенно не строгая. Ну, в принципе, вы можете выйти с абсолютно любым уровнем подготовки, да, и в целом даже считаться победителем. Ну, вы можете посмотреть, ну, как бы вам даже объяснить. Потому что в основном после дебатов решают не судьи технически. Обычно после дебатов решает там толпа, к кому примкнуть, за кем идти. Нету авторитетного суждения, вот, по правилам победил он, или вот, по правилам победил он. Ввиду этого, ну, да, каждая оставляет себе возможность сохранить свое мнение о произошедших дебатах. Ну, например, когда Докинс проигрывает очередному кардиналу. Ну, вот по всем статьям проигрывает. Он озвучивает наиболее слабые аргументы, наименее интересные аргументы озвучивает, наименее, в общем-то, хорошие, много риторики, в общем-то, слышно с его стороны. Абсолютное непонимание философии вопроса того или иного. Докинс все равно выходит нередко в глазах своей аудитории победителем. Ну, что наука, что вот он и наука, он наука, короче, вы поняли. А наука, она работает, чтобы вы понимали, что бы это ни значило. Ну, и вот, вот и все. Этого бывает достаточно, чтобы победить в европейских дебатах. И это грустно, это грустно. Вроде бы у нас в Европе большая тотальная культура логики, которая со времен Аристотеля развивается, да, сквозь, сквозь перепатетиков, сквозь стойков, сквозь средневековую философию, сквозь, там, философию фреге, там, и так далее, и так далее. Там, 20-й век, аналитическая философия, много логики, там, Рассел, и так далее, и так далее. Огромное количество людей этим всем занимались. И в итоге у нас абсолютно не строгая культура ведения дебатов. Совершенно не строгая культура ведения дебатов. Хотя это, наверное, хорошо. Хотя это, наверное, к лучшему. У индусов все куда строже. Все куда строже, все куда четче в этом плане. Но это просто я подчеркиваю, это не значит, что лучше. Строже не значит лучше, но просто вот как факт. Запомнили, что в индийской логике, в рамках индийской теории аргументации, мы бы, люди, не привыкшие к такому уровню следования правилам в рамках дебатов, мы бы просто выходили бы и сразу бы проигрывали. И вы узнаете, почему скоро. Замечу также, что если в рамках европейской теории аргументации логика и диалектика долгие годы были радикально разделены, а логика была в большей степени пособием для индивидуальных исследований, то в Индии изначально она стала инструментом для ведения спора. То есть да, если мы скорее берем логику, как у Аристотеля, и мы вообще редко видим, чтобы Аристотель с кем-то вообще пытался спорить, Аристотель просто, он берет и пишет, ну как пишет, пишет, он лекции читает, которые записывают другие люди, и в этих лекциях он просто берет, ну и разносит своих оппонентов. Все. Никакого спора, никаких дебатов, ничего не происходит. Просто, просто взял, разнес, сказал, это абсурдно, ну до свидания. Давай до свидания, в общем-то. Да, есть диалектика, когда нужно вести взаимный спор. И вот два этих подхода, местами технически, они пересекаются, конечно, это важно заметить. Но все же идут раздельно. Да, то есть есть платоники, есть перипатетики. Объединения, разные вот этих направлений будут происходить несколько позже. В Индии с самого начала же все шло к тому, что логика только для спора, преимущественно для беседы, спора для ведения какой-то дискуссии, в общем. Куда важнее в рамках индийской философии вывод для себя. Но он-то как раз мало привязан к логике, так как логика это не столько про теорию познания, сколько про правила ведения беседы и построения суждений. Что в конечном итоге для истины не так уж и важно. Истина чаще всего обретается в духовных практиках, достижением всевозможных очищенных состояний. Эти состояния и позволяют формулировать вывод для себя. Так что вообще трудно сказать, насколько логика в разных школах вписана в собственно теорию познания. Так как она чаще всего носит инструментальный характер. Например, для буддистов Матхиамаки с их разделением на абсолютные относительные миры, логика, ну она совсем не дает подлинного знания об абсолютном мире. Она не про абсолютный мир. Абсолютный мир, он не познается логикой, которую не я ее вообще-то предлагаю. Но буддисты ее потом тоже будут исправлять. Например, благодаря одному из деятелей буддийской, в общем-то, теории, это Дигнага. Дигнага его звали. Но при этом, как бы, технически-то, ну вот да, мы можем всех переспорить. И важно всех переспорить, потому что мы хотим, чтобы к нам перешло как можно больше людей. Технически это важно. Технически важно научиться спорить хорошо и лучше всех. Чтобы наполнить свою группировку наибольшим количеством, в общем, замечательных людей. А в остальном, как теория познания, вот вопрос большой здесь можно поставить. Впрочем, существует индийская Даршина. Даршина это ведийская философская школа, чтобы вы понимали, их всего шесть. Она называется Ньяя. Она разрабатывает элементы логики и теории познания в рамках этой логики. Она серьезно, она, скорее всего, да, серьезно относилась к своим разработкам. И считала, что они в том числе ведут к познанию. То есть, логику, когда мы говорим о Ньяе и ее соседке, подружке Вайшешике. Ньяя и Вайшешика, две Даршины. Они вместе обычно идут, потому что Вайшешика и Ньяя друг друга дополняют. Ньяя дает инструментарий, Вайшешика применяет его к натурфилософии. Вайшешика – натурфилософская школа с атомами и прочими интересными развлечениями. Я об этом уже рассказывал в одной из лекций. Ну, так вот. Вот Ньяя и Вайшешика, скорее всего, достаточно серьезно к логике относятся. А вот остальные школы, ну, типа, вы пришли поспорить и переспорить, и победить. Вот так, вот как-то так. Особенно, если речь идет про всякий New Age, которому вообще, ну, аргументацию, по большей части, уже плевать становится. Так что, тут вообще разные отношения могут быть к Ньяе. Как уже было сказано, да, мы сейчас разбираем тему логики Ньяя. Как уже было сказано, логика Ньяя строится по форме от частного в кавычках к частному. В кавычках, опять же, потому что одно частное все же чуть-чуть больше, чем другое частное обычно. Ну, неважно. В то время как европейцы выдумали для перехода из одного частного к другому общие термины. А потому им приходится попеременно использовать индукцию и дедукцию, чтобы перемещаться между частностями. Индусы же у самых истоков попытались лишить себя такой небрежной необходимости с умножением сущностей. Реальных или ментальных, неважно. А потому их не особо волновала проблема так называемых универсалей. Заметим, да, что европейская логика, вообще европейские идеи, они развивались в контексте, с одной стороны, теории Платона, а потом эта теория Платона, она, в общем, теория идей Платона переформатировалась в теорию универсалей. Это очень важно, потому что именно наделение идей, а потом уже форму Аристотеля, определенным онтологическим статусом наделяло и логику, которая отсылает либо к идеям, либо к формам, наделяло ее определенным высоким познавательным статусом в рамках теории познания. Я уже подчеркивал, что это крайне важный элемент развития логики, без которого развивать логику в древности было бы практически бессмысленно, потому что логика была абсолютно бесполезна, ну, не считая познания. Вот в познании, да, в якобы познании, в кавычках, оно давало якобы результаты, позволяло узнать якобы идеи и якобы формы, некие проявить, это было замечательно и прекрасно. Но больше нигде она особо, ну, использоваться в то время не могла, то есть, компуктеры, в общем-то, языки программирования, этого всего тогда не было, практическое применение всех этих вещей, в общем-то, да, оставляло желать лучшего, и поэтому многие философские школы вообще, в принципе, отказывались от логики, она была не нужна. Но именно логика развивалась в контексте тех дискурсов, которые давали онтологическую подпорку, потому что благодаря этой онтологической подпорке подчеркивался статус логики как чего-то важного, чего-то действительно познающего, действительно некого правильного мышления, что часто озвучивается тогда, знаете, в контексте традиции. Традиционно логика – это наука о правильном мышлении, да, такая древняя-древняя-древняя традиция ее так называть. И вот по таким канонам развивалась европейская логика. В итоге она отказалась от многих базисных своих положений, например, от утверждения, что это наука о правильном мышлении и так далее, так далее, так далее, да. Сейчас все немножко сложнее, но все же генеалогию логики европейской полностью обнулять нельзя. Мы не можем взять уничтожить Аристотеля и сохранить Рассела, на мой взгляд, это было бы нелепо. А воспринимать развитие современной логики вне развития древней тоже нелепо, а древняя начиналась она вот так. И она была плюс-минус антологизирована, потому что иначе бессмысленно было бы. И математика, кстати, тоже была антологизирована, пифагорейство, платонизм. Опять же, ну просто потому, что никому не нужна была бы математика, кроме практической, конечно. Да, практическая математика, которой и так все владели, с помощью которой и так все строили дома, с помощью которой и так все там измеряли и там размеряли там территории, там, не знаю, взвешивали что-то. Такая математика, она была еще до пифагорейцев и платоников, а вот потом уже появилась настоящая математика с доказательствами и прочим. Вот эта математика с доказательствами и прочим, так, по сути, она ненужной была, ну, она чисто практически неприменима, она неинтересна, и она полностью заменима практической математикой, ну, на первых, по крайней мере, парах, первые пару тысяч лет где-то, ну, условно, ну, не пару тысяч лет, ну, около того, около того, на самом деле. Минимум применения математики, ну, вот, понимаете, как-то мотивировали людей заниматься этой самой и математикой, и логикой, только ввиду того, что там была высокая степень антологизации. У индусов этого не было. У индусов этого не было, и это очень важно. Никакие универсалии, никакая антологизация, всё, в общем, здесь чистенько. Индусы сработали чисто. Чисто инструментализм, чисто практика. Нужно как-то решать проблемы. Вот у нас много философских школ. Мы дебатируем, много дебатов, много споров. Огромное количество философских школ. Все спорят, все друг с другом спорят. Правил нет. Так должен появиться тот, кто придёт и сделает эти правила. Вот так-то вот оно и, в принципе, и получилось. И появилась школа Ньяя. Так вот. Всякое выводное знание по учению школы Ньяи предполагает наличие данных чувственного восприятия. Ну, в схобочках феноменов, потому что результаты школы Ньяя применялись в других школах. Я это ранее уже объяснял. Умозаключения в школы Ньяя делятся на три типа. Умозаключения от предшествующего к последующему, от причины к следствию. Например, можно заключить от скопления облаков к наступлению дождя. Ни одной абстракции здесь нет, заметьте. Ни одной универсалии. Предыдущая, последующая. Там, не знаю, шадов, сын шадова. Сын сына шадова. Сын сын сына шадова. И так далее. Поехали. Вот такие вот умозаключения. Умозаключения. Второй пункт, да. Умозаключения от последующего к предшествовавшему, от следствия к причине. То есть, наоборот, опять в частности, опять не требует никаких, в общем, обобщений. Опять это не, там, я не знаю, справедливость. Ох, справедливость. Ты не видишь справедливость, потому что у тебя нету разума, как у Сократа. Нет. Здесь никаких абстрактов и такого рода нет. Справедливость, кстати, индусам, наверное, воспринималась бы как некий феномен, некое феноменальное ощущение внутри некоторых людей, если они его вообще чувствуют, да, тех, кто чувствует. О, вот я чувствую, я чувствую чувство справедливости, вот оно. И оно будет конкретно в таком случае, это не будет абстракции, это будет конкретное ощущение. А вот абстракция как термин, оно уже абстрактно, да. Абстракция. Справедливость как термин. Так вот, третий пункт. Умозаключение по аналогии, которое бывает тогда, когда воспринятое в одном случае таким образом воспринимается во втором случае, что дело обстоит подобным образом, как и в первом случае. Ну, в общем, аналогия. Следует заметить, что продолжательница школы Ньяя, то есть новая, 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 это значит новая, чтобы вы понимали, да, начинает разрабатывать теорию общих понятий. Но в ранней логике мы с этим почти не встречаемся. Навья-Ньяя, она где-то там в 13-12 веке появляется, короче, довольно поздно, и большую часть времени, ну, как бы обычная Ньяя доминирует в дискурсе споров. Вот Навья-Ная со своими общими понятиями, она довольно поздно прилетела, поэтому мы ее вообще трогать даже не будем. В общем, давайте посмотрим. Есть логика Аристотеля, и она строится на общих понятиях, давайте разберем. Все люди смертны, какие-то все-все люди, да, смертны. Сократ, вот конкретная личность, конкретный персонаж Сократ, вот он вот эти вот, он относится к группе все люди, ну, собственно, человек, да. Вот на самом деле все люди равно человек в данном случае, чтобы вы понимали, да, то есть это, это вот Б и Б. Это Б и Б, Б и Б вот в той формуле, А равно Б, Б равно С, А равно С, в общем, все люди, это и есть человек. Ну, и, соответственно, Сократ смертен. Типичный силогизм, в общем-то, Аристотеля, который он его часто приводит в качестве примера. А, то есть все люди смертны, Сократ, человек Сократ смертен. То логика Ньяи строится на частных примерах. На холме есть огонь, потому что там дым. Потому что там, где дым, там огонь, как на кухне, там и так далее, так далее, так далее. Мы разберем силогизм, если что, сейчас, вот скоро. Вот, вот понимаете, да, последовательность, какой разный механизм вообще работы силогистики Аристотеля, с одной стороны. И, с другой стороны, какой разный принцип работы логики Ньяя. На холме есть огонь, потому что там дым. Как на кухне, а вы на кухне видели же дым, правильно, ребят? Вы же все были на кухне, и там дым. А там, где дым, там и огонь. А на кухне везде, где дым, там и огонь. Все, как бы, все, понятно. Понятно, пример сработан. Ну и пример подразумевает, что везде, там, где дым, там и огонь. Значит, вот-вот, я вижу там дым, значит, там на горе огонь. Все, все, конец. Ну, такое вероятностное суждение получается. Похожее на индуктивное, похожее на индуктивное, но строится на все-таки феноменах. Опять же, следует понимать, что индусам было не свойственно символическое размышление. Вот опять же, да, высказание в рамках аристотельской логики легко переводится в символ, не теряя ни капли содержания. То есть, А равно Б, Б равно С, А равно С. Вот, все люди смертны, сократ человек, сократ смерти на А равно Б, Б равно С, А равно С. Все. Ничего не прибавилось, ничего не убавилось. То есть, просто символы, которые помещаются в форму. Все люди смертны, сократ человек, сократ смертный. Любое слово можем сюда там подставлять. А Боба смертен, сократ А Боба, а Сократ смертен. Все. Вообще, логика никак не поменялась. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все отлично. А здесь именно содержание крайне важно. Здесь на саму логику влияет не столько даже содержание, сколько феномены, на которых все держится. Да, высказывание в рамках индийской логики при переводе в символическую форму теряет буквально все, кроме формы. Ну, мы можем просто определить форму предложения в данном случае. То, что на холме есть дым, из этого следует... Ну, да-да-да-да-да, на холме есть огонь, что следует из того, что там есть дым. Ну, все, как бы... Мы можем просто символично тоже это записать, но от этого толку никакого не будет. От этого правильность суждения не проверяется. И правильность суждения и ошибки в рамках индийской логики проверяются несколько другими путями, опять же, феноменальными, феноменологическими. Опять же, мы замечаем это, мы за этим следим, мы смотрим там огонь, дым. Всегда ли, всегда ли мы с таким опытом сталкиваемся? А ведь, может, не всегда. А у ААА варианты ошибок индусы тоже разные предлагают к этим всяким силогизмам. Так что индусы здесь все-таки не дураки. Вот. Теперь рассмотрим самый каноничный из известных пятичленный силогизм школы Ньяя. У него пять пунктов. Давайте их просто обозначу. Утверждаемый тезис, основание, пример, применение к данному случаю и заключение. Проблема в том, что здесь некоторые элементы друг друга повторяют. То есть, тезис равно заключению, применение к данному случаю равно, 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 равно в основанию. Так что он идет как бы вот по восходящей. Жжих, и повтор. Так, жжих, и повтор. Потом будет трехчленный силогизм, где они все это сократили. Но это канон. Это просто канон-канонище. Утверждаемый тезис. Канонический пример. На холме есть огонь. Основание. Ибо на холме есть дым. Пример. Где дым? Там огонь. Как, например, на кухне. Применение к данному случаю. На этом холме есть дым. Повторяю, да? Заключение. Следовательно, на этом холме есть огонь. И путник не ошибется. Если он на основании того, что с того холма подымется дым, сделает умозаключение, что на нем он встретит огонь. Вместе с последним человеком. Что? Куда? Вот это вот уже странно. Ну, в общем, просто повторение должно быть. Заключение. Просто на холме есть огонь. Все. Поток феноменов. Поток феноменов. Вот он, да? На холме есть огонь. Ибо на холме есть дым. Где дым, там огонь. Как, например, где угодно. Любой пример можно привести, который будет понятен оппоненту. Пример можно обсуждать, оспаривать, если что. Как, например, на кухне. На этом холме есть дым. Следовательно, на этом холме есть огонь. Все. Все чисто. Все ровненько. Собственно говоря, в понимании школы Ньяя и всякое умозаключение вообще в конечном счете есть вывод по аналогии. Основатель школы Ньяя Готама. Не Готама Будда, а Готама. Готама. Я не знаю, как ударение правильно ставится. Ну да ладно. Готама. Учил, что в умозаключении основание доказывает то, что должно быть доказано указанием на сходство с примером или на различие с ним. Также существовал трехчленный силогизм, к которому склонялись Мимансаки, ну еще одна Даршина, и Ведантисту, еще одна Даршина, соответственно. Они сокращали пятичленный силогизм на два пункта, так как вы могли уже заметить в пятичленном силогизме определенный повтор, но это некое излишество. Его можно исправить двумя способами, этот силогизм. Ну, либо убрать первую половину, либо вторую. Ну, оставишь средний член, вот этот, который все соединяет, который неповторяемый. Мы либо первые два убираем, либо последние два. А что бы и нет, да? Ну, и они удаляли периодически, как там им хотелось. Либо первый, либо последний. К похожей системе тяготели и буддисты, начиная с Нагарджуны и заканчивая Дигнага и Дхармакерти. Вот эти вот два, вот первые Нагарджуны это основатели Матхямики, а два последующих величайшие теоретики буддизма, известные в том числе своими работами по логике буддийской. Их тоже сегодня разбирать не будем, лекция все-таки часовая, и мы просто проходимся по самым фундаментальным основам, и вообще могли бы еще глубже нырять. Но все же не моя специальность окончательно, да, индийская логика не является моей специальностью, поэтому я просто делаю некое введение. Обсуждение количества членов силогизма одна из важнейших тем для индийской логики, ее часто обсуждали. И там есть еще один вариант, десятичленный силогизм, я вам его озвучу. Это самый милый силогизм за всю историю, это потрясающая штука, очень риторическая и не вполне похожа на, вот вообще совсем не похожа на логику, но да ладно. Несмотря на различия во мнениях относительно количества частей силогизма, все логики, индийские в смысле логики, да, согласны в том, что самыми существенными частями правильного вывода являются в япте, то есть всеобщая связь, я их не обозначил выше, но это мой грешок, ладно. Подменяющая для нас большую в кавычках посылку, большую посылку, опять же здесь нужно немножко в кавычках понимать. И вот это вот меньшая посылка, то есть у нас есть тезис, у нас есть меньшая посылка, у нас есть большая посылка, когда, если вы любите, если вы любите классический силогизм Аристотеля, то вот у нас, вот у нас утверждение. Вот это вот меньшая посылка, вот это вот большая посылка, то есть везде, где дым, там огонь, понятно, что шире, да, по широте понятия. А вот там огонь, там огонь. Не, наоборот, там дым, вот это вот частное, да, вот там дым, а ведь там дым, там огонь. У, все, пошло, поехало. Ну и поехали, в общем-то, все это развивать. Так. Считались важными, ну, для доказательства, ну, понятно, что тезис, что его считать важным для доказательства, его доказать надо. Куда важнее именно вот посылочки, посылочки, и мы с ними, в общем-то, работаем. Но вообще важно понимать, что структура общей меньшей посылки в европейской логике может носить крайне абстрактный характер. В индийской логике характер феноменологический, опять же, я это подчеркиваю много-много раз. Рассмотрим так называемую общую посылку, где дым, там есть огонь, как, например, на кухне. Это высказывание означает, что в нашем феноменологическом опыте мы не встречали дыма без огня. Кстати, да, это описывается известной поговоркой, что вполне конкретно и понятно. А также не является абстракцией в духе «человек смертен», ну, или что-то вот в похожем духе. Даже если мы будем говорить «человек смертен», это будет для нас не как для европейца, то есть для человека, для европейца человек это просто вот абстракция. Это некая вот такая вот воздушная, кругейлера, короче, вот-вот круг, вот такая вот сфера, сфера, в которую мы понятия туда помещаем, ну, и все. Вот-вот он, кружочек у нас нарисован, вот этот человек, и вот это множество, в это множество входят вот такие подмножества, и вот такое вот это, вот это, вот это, все. Все, абсолютная абстракция. А для индуса, даже если будет, ну, какое-то подобие в данной логике, да, человек будет восприниматься феноменально, скорее всего, да, и смертность будет восприниматься феноменально. То есть мы не будем так, знаете, холодно воспроизводить, Сократ смертен, да и, ну, и смертен, и смертен, ну, как бы, смертен это просто одна из частей, одна из частей нашего силогизма, вот все. Это просто слово в предложении, ничего больше, никакого смысла в нем, соответственно, больше-то и нет. Ну, то есть мы, конечно, можем потом придавать ему смысл и рассуждать, но чисто для логики это безразлично. А вот для индийской логики это может быть вполне важно. По крайней мере, ввиду того, что здесь мы будем пытаться различить феномены и с ними работать человек как феномен и смерть как феномен, а не как абстракция, оторванная от феноменального мира. Впрочем, в списке ошибок оказывается и такой вариант, при котором дым может быть без огня, тогда данный вывод не является достоверным, ну, и, следовательно, все не работает. А, логично, логично, просто понятно, да? Важно понимать, что индийская логика это сложная система, в рамках которой происходило множество споров. И, наверное, самым удивительным ее порождением является десятичленный силогизм, который создали джайны, джайнисты, джайны, можно по-разному их называть, 3-4 века до н.эры. Кстати, следует заметить, что нияяя логика-то, она разрабатывалась Гатамой, который жил во 2-м веке до н.эры, а джайны в 3-4 веке до н.эры, то есть раньше, разработали десятичленный силогизм. М-м-м, вкусно, да, интересно, десятичленный, вот, предок всех силогизмов, ну, может быть, и не всех. И, как вы понимаете, вот это, вот это вот было создано несколько позже Аристотеля, чуть-чуть позже Аристотеля. Давайте, давайте поедем, вот, по всем темам. Тезис, ну и пример, Ахимса, высшая из добродетелей. Уточнение тезиса, Ахимса, высшая из добродетелей по учению Тиртханкаров, это вот, святые в джайнизме. Вот, их 24, самый последний, джина Махавира, вот, Тиртханкарин, самый главный, самый крутой, ну, как самый крутой, он, самый последний, он нам, собственно, сообщил учение джайнизма. Остальные до этого, они, кстати, скорее всего, были круче, мощнее, там, светящиеся, огромные люди, вот, такие вот, особенно первые, жили миллиарды лет, они же еще до Калиюги жили, напоминаю, там, вообще все было классно, да, мы сейчас в Калиюге, в Калиюге плохо. А вот до Калиюги, ну, опять же, теория золотого века своеобразная, там бы жили сверхлюди, почти бессмертные, 100 тысяч лет каждый жил, и вообще класс. Ну, вот, вот, вот они, Ахимса, уточнение тезиса зачем-то, да, да, вот тезис, уточнение тезиса, Ахимса, высший из добродетелей по учению Тиртханкаров, Тиртханкаринов еще бывает, ну, ладно. Третье, аргумент, так называемый, хету, Ахимса, высший из добродетелей, потому что следующий ей любимы богами, и почитать их дело чести для людей. Уточнение аргумента, конечно же. Никто, кроме следующих Ахимси, не допускается к выседанию на высшем престоле добродетеля. Контр-тезис. Это уже какая-то внутренняя диалектика на самом деле, то есть, да, здесь контр-тезис, опровержение контр-тезиса, сомнения еще там, вот это вот все. Это очень интересное построение рассуждений, мне оно крайне, кстати, нравится, несмотря на то, что оно более древнее, чем, ну, то, что у Ньяи было. У Ньяи все-таки тоже более холодная система, здесь она более насыщенная такая, знаете, структурная, это более даже на схему, схему ведения аргументации в дебатах очень было бы круто, да, вот такие дебаты смотреть очень было бы интересно. Контр-тезис. Но и те, кто презирает тирханкаров и посягает на чужую жизнь, также любимы богами и почитаемы людьми. А те, кто покушаются на чужую жизнь при совершении жертвоприношения, выседают на высших престолах добродетеля. Опровержение контр-тезиса. Те, кто покушаются на чужую жизнь, презирая запреты тирханкаров, не заслуживают почести и богами нелюбимы. Быть для них любимыми богами и почитаемыми людьми возможно не более, чем для огня быть холодным. Будда, Капила и прочие надели недостойные почитания. Почитались за их слова, но джайнские тирханкары почитаются потому, что говорят абсолютную истину. Пример. Джайнские совершенные, то есть ситхи, даже не варят пищу, чтобы не лишить кого-либо жизни, а кормятся за счет домохозяев. Сомнения относительно примера. Пища, которую домохозяева готовят для джайнских совершенных, предназначена ими для самих себя. Потому, если какое-нибудь насекомое погибнет в огне, джайнские совершенные будут нести за это ответственность наряду с домохозяями. Таким образом, приведенный пример несостоятелен. Опровержение сомнения. Джайнские совершенные приходят домохозяевам за пищей, не обращая внимания на что и не в установленное время. Как же можно утверждать в таком случае, что домохозяева готовят пищу специально для них? Поэтому, если они и нарушают закон Ахимса, это не распространяется на джайнских совершенных. Десятый пункт. Заключение. Ахимса выше из добродетели. Ахимса это не причинение вреда, если что. Напоминаю, да? Ахимса это когда вы не причиняете вред никому. Не убей, конечно, не ударь, не покалечь, не заставляй никого страдать. Ахимса не причинение вреда. Ахимса выше из добродетелей ввиду того, что следующие любимые богами посчитать их дело чести для людей. Так вот, следует ответить, что такой подход к рассуждениям относительно редкий и во многом даже риторично диалектичный. В индийской практике споров он не закрепился из-за своего объема. Ну и вы видели, в общем-то, не я ее логику, она попроще, она, в общем-то, вот она поменьше. Она, в общем, такая вот, она такая маленькая, маленькая, компактная и замечательная. Структуру индийских силогизмов мы показали. Многие могут сказать, что из иного отношения к общим понятиям, их минимизации, феноменологического акцента или акцента на ощущениях и перехода от частного в кавычках частному, то есть от конкретного к конкретному, здесь уже можно сказать прямо от конкретного к конкретному, индийская логика вообще не является никакой логикой. Здесь уже все будет зависеть от определения логики, которую мы даем. В рамках европейского дискурса, дискурсов, дискурса, неважно, в понятие логики мы периодически можем включать и силогистику Аристотеля и диалектику Гегеля в зависимости от определения логики. Безусловно, индийские силогизмы находятся ближе к силогистике Аристотеля, чем, например, к диалектическому подходу Гегеля. Это, во-первых, почему индийская логика, наверное, все-таки логика, и даже в большем смысле логика по нашим, не знаю, стандартным определениям, типа там силогистики Аристотеля, современной логики, чем, например, логика Гегеля. Хотя и выходит за чисто формальные границы и работает за пределами высказываний. В рамках индийской логики можно не произносить слов, а помещать феномены в нужном порядке или воображать их, чего европейская логика делать не позволяет, она лишена этого, и бессмысленно это делать. То есть мы можем представить себе, вот у нас дым на горе, где дым, там огонь. На кухне тоже дым и огонь вместе всегда идут. Здесь мы представляем, что вот у нас же там все-таки как бы дым я вижу, а значит там огонь, да, там огонь, все. Вот я просто это в голове могу представить, а могу вам картинками это нарисовать. То есть, представляете, я вам в рамках индийской логики могу нарисовать это картинками. Да. А если я это же, потому что это последовательность. Да, это нарратив получается. Это целостный нарратив с оследованием феноменологическим. Я его просто могу вам даже нарисовать в комиксе, в картинках могу нарисовать, и будет соблюдена структура, если научить его вычленять. А европейскую логику так не получится сделать, потому что она о другом совершенно. Впрочем, в отличие от той же диалектики, индийская логика выполняет одну из важнейших функций европейской логики, то есть позволяет участвовать в спорах и аргументировать, а также проводить беседы по заведомо определенным правилам, выводам и фиксировать ошибки друг друга. Вот. То есть, да, если вам достаточно для того, чтобы назвать логикой что-то, чтобы у вас была система, которая позволяет в дискуссии или беседе по заведомо определенным правилам вывода фиксировать ошибки друг друга, индийская логика для вас тогда является логикой. Это безусловно. Если вы считаете логикой только современную логику, ну тогда нет, это не современная логика, она несколько о другом, она работает по-другому. Здесь всё будет зависеть от определения, будет зависеть от вашего подхода, а если вы считаете логикой даже логику диалектическую, ну, наверное, индийскую логику вы тоже должны считать логикой, просто, ну вот, ввиду того, что диалектическая логика, она вообще по принципам своим и по антологической связанности с миром, Она стоит далеко за пределами обычной логики и логики индийской. Индийская, она все-таки более структурная, инструментальна. Все же, вот она, да, здесь она будет поближе, чисто технически, к тому, что мы обычно называем логикой. Так что, в общем-то, друзья, думайте сами, решайте сами. Логика это или не логика, нравится она вам или не нравится. В общем, делайте, что хотите. Технически она применялась и, скорее всего, до сих пор применяется технически. Она полезна в определенных моментах, технически она работает, в общем-то, и позволяет проводить дебаты. Ошибки в познании. В индийской логике материальная ошибка называется хет-ваб-хаса. Что означает буквально хету или основание, которое кажется действительной причиной, не будучи таковой. Материальные ошибки, выводы являются в конечном счете результатом подобных ошибочных оснований. И последователи няя рассматривают их как причины хет-ваб-хасы. На яйке, иногда их так называют, да, различают пять видов материальных ошибок. Савья-б-хичара, вирудха, сад-прати-пакша, аситха и бадхита. Первый вид ошибки называется савья-б-хичара. Или неправильный посредник в выводе. Например, все двуногие разумные, лебеди двуногие, следовательно, лебеди разумные. Заключение этого вывода ложно. Почему? Потому что средний термин двуногие связан не только с большим термином разумный. Термин двуногие относится как к разумным, так и к неразумным. Такой средний термин и называется неправильным посредником вывода. Неправильно выбранный средний термин ведет к единственно возможному заключению, но к различным возможным заключениям. Эта ошибка возникает тогда, когда мы берем мнимый средний термин и тем самым нарушаем общее правило вывода. Средний термин должен быть неразрывно связан с большим или, точнее, больший термин должен включать в себя средний. Присутствовать во всех случаях присутствие среднего термина. Но средний термин не всегда сопутствует большему. Если происходит ошибка, да? Он относится как к существованию, так и к несуществованию большего термина. И называется поэтому анаикантикой. То есть непостоянно сопутствующим большему термину. Таким образом, из данного среднего термина мы можем сделать вывод не только о существовании, но и о несуществовании большего термина. Возьмем следующий пример. Все признаваемые объекты горят. Холм познаваем. Следовательно, холм горит. Здесь средний термин познаваемый относится и к горящим объектам, и к негорящим объектам. Ну, все, в общем-то, понятно. Ошибка очевидна. Второй вид ошибки называется верутха. Противоречивый средний термин. Возьмем следующее его заключение. Воздух тяжел, потому что он пустой. В этом выводе средний термин пустой, противоречив, потому что он опровергает тяжесть воздуха. Таким образом, верутха, противоречивый посредник вывода, является термином, опровергающим как раз то суждение, которое он предназначен доказывать. Что на самом деле, ну, в общем-то, такое себе. Давайте быстрее здесь пройдем, иначе мы не успеем еще к одной теме. Третий вид ошибки называется сад протипакша, опровергаемый умозаключением средний термин. Эта ошибка возникает в том случае, когда мнимый средний термин некоторого вывода действительно опровергается некоторым другим средним термином, который доказывает несуществование большего термина первого вывода. Так, например, вывод «звук вечен, потому что он слышен» действительно опровергается другим выводом. Звук не вечен, потому что он производен, как и горшок. В данном случае несуществование вечности доказывается вторым выводом с его средним термином. Четвертый вид ошибки называется Атситха. Недоказанный посредник вывода. Средний термин, причем, заметьте, почти все эти ошибки так или иначе, а не про посылки, что интересно. Средний термин Садьямаса является таким термином, который еще не доказан, но который требуется доказать, как и Садхио. Больший термин. Это означает, что средний термин Садьямаса еще не доказан, не установлен и является поэтому Атситха, недоказанным предположением. В общем-то, они не должны, эти Атситхи, быть базисом для доказательств. Ох, если бы в Европе так было на самом деле. Ладно. Пятый вид... Ну, мы бы все скептиками были бы просто. Пятый вид ошибок называется Бадхита. Средний термин, противоречивость которого доказывается с помощью источника познания, не является умозаключением. Это мнимый средний термин вывода, несуществование которого в большем термине устанавливается при помощи некоторого другого источника познания. Это иллюстрируется по следующим аргументам. Огонь холоден, потому что он субстанция. Вот непонятно, да, почему огонь холоден, потому что он субстанция. Ну, все понятно. Теперь мы переходим к теории познания Ньяи. Это вторая половина темы, которую я буду сейчас освещать. Материал взят из статьи. Вот, если что, можете ее скачать. Скачав мою лекцию, прочитав ее, и много материала здесь взято из этой статьи. Соответственно. Вторая часть материала уже с Неграхасканой, она взята в другом источнике. Ссылку на него не даю, потому что там все очень лаконично и все просто. Я бы это приблизительно сам бы и написал, и по-другому я бы это переписать тоже бы не стал. В общем, все здесь тоже понятно. Про Мана. Первое. Есть вот теория познания. Теория познания Ньяи. Теория познания Ньяи заключается, в общем-то, как вы видите, в огромном количестве категорий. Их всего 16. Категории, они вот такие вот. Первое, это про Мана. Это путь всякого истинного познания. Это путь дает нам истинное и только истинное знание. Таким образом, про Мана включает в себя все источники и методы познания. Из всех философских проблем про Мана является самой важной, и поэтому в следующем разделе, ну, она могла бы быть рассмотрена нами наиболее полно, но у нас мы не будем ее рассматривать, потому что мы не про теорию познания. Мы кратко освещаем теорию познания сейчас. Но это не наша цель, потому что мы хотим перейти к Негархасхане дальше, потому что она более для спора нам пригодится. Следующий пункт про Мэя буквально означает нечто познаваемое или объект правильного познания, то есть реальность. Объектами такого познания, согласно Ньяи, являются я, тело, в котором происходят органические превращения, испытываются чувства удовольствия и боли, чувства, обоняние, вкуса, зрения, осязания, слуха, их объекты, то есть ощущаемое качество, запаха, вкуса, цвета, осязания и звука, познавательная способность, тождественное познанию и пониманию, ум как внутреннее чувство. Вы смотрите, всё феномен, составляющая из внутренних восприятий, удовольствия, боли и так далее. Вы смотрите, насколько феноменально, да? То есть если у нас, у европейцев, куча абстракций, там внешний мир, там вот это вот всё, здесь всё конкретно, здесь всё, что можно промедитировать, прочувствовать, заметьте. И ограничивающая нашу познавательную способность, некая единица и каждый данный момент времени. Ум, подобный атому, единый в каждом теле, активность, которую, ну вы поняли, в общем-то, вы, короче, всё поняли. Вот вам предметы познания. Саншая означает сомнение, состояние неопределённости, неизвестности. Это колебание ума между различными противоречащими друг другу взглядами на один и тот же объект. Сомнение возникает тогда, когда один и тот же объект рассматривается с различных взаимоисключающих точек зрения. И нет никакого определённого критерия для выбора между ними. Ну, это очень похоже, кстати, на европейское сомнение, на наше, греческое даже точнее. Говорят, что сомнение возникает при виде какой-нибудь фигуры на большом расстоянии. В таком случае спрашивают, это статуя или столб. Ну, в общем, это нормальное сомнение, да, и сомнение это положительное состояние сознания, взаимоисключающих особых признаков, одно из которых, в одной и той, ну, короче, по признакам мы смотрим, да, есть взаимоисключающие признаки, мы вроде не понимаем, что это, не можем понять, и вот сомнение у нас возникает. Это позитивная способность, поехали дальше. Прайоджняна. Это цель, которая имеется в виду. Если цель, ради которой, или чтобы избежать которую, совершается действие. Свои действия мы направляем либо на достижение желаемых, либо на устранение нежелательных нам целей. Оба эти вида целей составляют направление наших действий, и поэтому включаются в состав прайоджняны. Дрештанта. Означает бесспорный факт, например, иллюстрирующий общее правило. Он является весьма полезным и необходимым элементом любого спора и размышления. Пример должен быть таким же, как, чтобы обе спорящие стороны могли принять его без возражений и расхождений во мнении. Так, если кто-либо доказывает, что в определенном месте должен быть огонь, потому что там появляется дым, то в качестве примера может быть указана кухня, ибо мы все согласимся, что появление на кухне дыма обязательно связано с наличием там огня. Средний термин Дрештанта, вы поняли, да? И вот еще ситханта доктрина. Это то, что мыслится или признается истиной в данной философской системе или школе. Если мысль, что какая-то вещь существует и что она есть именно такая-то вещь, признается истиной в данной системе, такая мысль будет доктриной этой системы. То есть доктриной Нияи о том, что душа есть субстанция, сознание которой является отделимым атрибутом. Ава-Ява член селогизма. Это любой из пяти членов селогизма, мы их видели. Тарка. Гипотетический аргумент. Есть косвенный путь обоснования какого-либо заключения посредством обнаружения абсурдности в противоположном ему заключении. Тарка – это форма предположения, помогающего достичь достоверного познания. Более полное определение Тарки, но мы не будем давать ниже, конечно. Нирная. Есть определение знания о чем-либо достижимое средствами любого плодотворного метода познания. Познание обычно начинается с сомнения, то есть с требования рассматривать все аргументы за и против того или иного взгляда или доктрин. Если бы это действительно было так. Но нирная – не всегда. Это на самом деле ложное высказывание, на самом-то деле это не так. Никто так не делает. Вообще, литерали никто так не делает. Не видел ни одного человека, который бы так делал. Ни один философ так не делал за всю историю человечества. Буквально. Так только шадов делает. Так только шадов делает, но это к познанию, правда, не особо ведет. Но вот если требовать все аргументы за и против, и так далее, и так далее, и так далее, и пытаться все рассматривать, и даже предсказывать какие-то возможные аргументы, не. Нирная не всегда бывает обусловлена сомнением исследователя, который хочет удостовериться в истинности чего-либо. Так что можно сказать, что нирная – это утверждение истины о чем-либо посредством любого признанного метода или источника познания. Вада – это дискуссия, ведущая себя по всем правилам логики и ставящая своей целью исключительно отыскание истины в рассматриваемом вопросе. В этой дискуссии как сторонник данного положения, так и его противник стремятся оставить свою точку зрения и опровергнуть точку зрения оппонента, но оба стремятся прийти к истине. Это очень хорошо иллюстрируется в философской дискуссии, ну, например, учителя с учеником. Есть другой тип дискуссии, который называется джальпа. Джальпа – это спор, в котором каждая сторона прилагает все усилия для своей победы, часто не пытаясь прийти к истине. Здесь есть все, что угодно, только часто не пытаясь прийти к истине. Мы на этом остановимся. В таком споре стороны ставят своей задачей победить противника. Здесь просто противоречие в самом тексте, который я, в общем-то, скачал. Вы сами увидите, так что сорян. В таком споре стороны ставят свои задачи победить противника во что бы то ни стало, и потому совершенно сознательно используют даже недостоверные доводы и аргументы. Ну, я думаю, даже если они используют и достоверные доводы, и достоверные аргументы, но все же основная их цель – победить, все же джальпа. Витанда – еще третий вид спора. Это такой спор, в котором оппонент сам ничего положительного не утверждает, пытается опровернуть выдвинутые положения. Ну, это спор скептика. Скептики и витандики. Ну, и софисты, кстати, витандики обычно. Если мы будем рассматривать, да, если мы будем параллели проводить, то в европейской культуре витандой занимались, в общем-то, софисты и скептики. В индийской культуре это тоже не особо почитается. Просто когда человек ничего не выдвигает, он непобедим. Ну, я уже говорил, да, когда у тебя нет утверждений, ты не можешь проиграть. А твоему оппоненту надо доказать все буквально. Вот когда у вас такая позиция, при которой для вашего поражения вашему оппоненту нужны абсолютные доказательства, а вам не нужно никаких, вы автоматически побеждаете. И вы представьте, да, вот такой витандик приходит на спор, и решается, кто куда вступит, в какую школу. И витандик такой, ну, у меня убеждений нет, так что проиграть я не могу. Давайте-ка разнесем ваши убеждения, ну и автоматически считайте побеждает. Неприемлемо, да, нехорошо. В общем-то, витандиков не любили, называли скользкими угрями, ну и, соответственно, не уважали. И такие люди не побеждали в индийских спорах тоже, как и в европейских, в общем-то. Представители витанды, таких как я, нигде не любят в среднем. Но они так или иначе везде понемножку появлялись. Хет вабхаса. Буквально означает хету, то есть, кажущуюся действительную причину, так называемую ошибку. Чхала. Является своего рода софистикой. Ну, в кавычках софистикой. Так называется попытка опровергнуть какое-либо утверждение, придавая ему совершенно иной смысл. Джати. Употребляется здесь в техническом смысле, обозначает уклончивый, изворотливый ответ на какой-либо довод. Джати – это обоснование бессодержательного аргумента посредством указания на то, что иное сходство или различие двух вещей для опровержения правильного аргумента. Так, если выдвигается положение, звук не вечен, потому что он, подобно горшку, чем-то порожден, на него следует возрождение. Звук должен быть вечным. А-а-а. Понял. Ну, короче, изворотливый ответ это. И не грахасхана, ребята, то, что мы сейчас будем разбирать. Буквально означает почву, основу поражения в споре. Это правило для поражения. Существует две главных основы поражения в споре. Недоразумение, то есть неправильное понимание и нежелание понять противную сторону. Ох, как нам в Европе-то этого не хватает. Ой, как на Западе нам этого-то не хватает. Ой, как не хватает нам этого на Западе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, по этим правилам я бы отметил, что, ну, в общем-то, в некоторых, в неких несостоявшихся дебатах я по дефолту уже победил. Да, ну, просто потому, что понят не был, хотя вроде бы выразил все свои позиции достаточно ясно. Ну, потому что оспаривание шло именно моих позиций прежде всего. Это раз, да. И оппонент меня понимать, ну, не хотел. Больше трех раз. Очевидно, больше трех раз. По правилам индийской логики я, очевидно, в общем-то, победил уже в определенных дебатах заочно. Даже участвовать не нужно. Уже заочно победил. Ну, да ладно. Если одна из спорящих сторон неправильно понимает или не хочет понять своего собственного утверждения или утверждения другой стороны и его последствий, то она вынуждена признать свое поражение. Следовательно, одна из спорящих сторон терпит поражение в том случае, когда она подменяет первоначальное значение или основание аргумента и прибегает к ошибочному аргументу или еще к чему-нибудь в том же роде. Из всего этого мы разберем только Ниграхаскану, так как именно она имеет прямое отношение к теории аргументации. Все, теория аргументации у нас идет теперь. И теория аргументации в том плане, какие запреты у нас имеются. Мы будем ее так разбирать. Но не к теории познания. Первые пункты обсуждать можно было бы довольно долго, но относятся они именно к теории познания. Тема у нас сегодня не такая. Ниграхаскана, ребята, вот она. Здесь неправильно написано. Ну, ладно. Это последняя, шестнадцатая категория Ньяи. Это были категории Ньяи, шестнадцать штук. Категории Ньяи, обозначающие класс причин поражения в диспуте одной из участвующих сторон. В Ньяи Сутрах, Ниграхаскана, противоречивость или незнание. В общем-то, все это описано. Вот они. Двадцать два пункта. Все просто. Начнем с простого. Отказ от своего тезиса. На горе огонь. А, не-не, вода. Вода, короче, нет, вода. Все-таки вода. Его переначивание. На горе огонь. А потом... Ну, это не огонь. Это, типа, ну, огонек там. Ну, вы знаете, там, ну, светится что-то и дымится. Ну, не огонь, конечно. Ну, такой вот светящийся фонарик какой-то интересный. Ну, вот как-то вот. Противоречие тезису. То есть, во втором или третьем пункте вы начинаете тезису противоречить. Отказ от тезиса. Отказ... Опять второй отказ, да. Переначивание аргумента. Ну, аргумента, в кавычках, вы поняли, любого из двух пунктов. То есть, неожиданно вы взяли и переначали свой же собственный аргумент в течение... Ну, это подмены понятий всевозможные. Нарушение закона тождества. Здесь можно даже так сказать. Хотя индусы не выдвигали никаких законов логики и закона тождества. Но вот к этому они тоже докапывались. Подмена предмета обсуждения. Бессмысленный аргумент. Ну, просто бла-бла-бла-бла-бла-бла. Какой-то вы несете, не относящаяся к теме, вы летаете. Употребление ни для кого непонятной аргументации. Оппонент, вы, три судьи, допустим, люди. Вы говорите какой-то аргумент. Оппонент говорит, я не понял. Судья говорит, я не понял. Еще один судья говорит, я не понял. И третий судья говорит, я тоже не понял. И вы такой, ладно, давайте еще раз. А еще раз не поняли. Еще раз? Еще раз не поняли. Все, пошел вон отсюда. Пошел вон, ты проиграл. Ситуация, допустим, такая была. Бессвязность, ну, это когда, в общем-то, в общем, вроде бы понятные слова, но выражены с нарушением структуры. Нарушение порядков членов силогизма, ну, поняли, да, у нас пять членов, взяли их, переначали как-то, ну, там, третий стал первым и так далее, все, ерунда, ничего не понятно. Урезание членов силогизма нежелательно. То есть, у вас есть пятичленный силогизм в определенную эпоху, у вас была определенная эпоха, когда пользовались исключительно пятичленным силогизмом, ну, резать их нельзя. Избыточность аргументации, в примерах, ну, вот там, где, там, где дым, там, в общем-то, огонь, как на кухне, как, я не знаю, в пароварке, как в микроволновке, как, как, я не знаю, в пещере, как вон там, вот тут, вот здесь, вот, как вот, вон здесь, вот, вот тут, везде, короче, вот, вот, избыточность в примерах. Много. Повторы. Когда вы повторяете один и тот же аргумент, ну, допустим, дважды, трижды, четырежды, много раз, короче, повторяете и пытаетесь из этого что-то сделать, ну, это ерунда, это не работает, нельзя так, повторение нельзя. Молчание в ответ оппоненту, поражение. Оппонент вам сказал что-то вразумительное, хотя, если он сказал что-то невразумительное, вы обязаны, вы обязаны ему ответить, то есть, вы должны ему сделать замечание. Отсутствие незаслуженного замечания тоже может как поражение рассматриваться. Поэтому молчание в ответ оппоненту, оно недопустимо. Непонимание оппонента после его трехкратного выступления. Вот оппонент выступает. Я уже объяснил, да? Вот употребление ни для кого непонятной аргументации, они, кстати, друг другу эти пункты пересекаются. Просто употребление, для кого непонятная Аргументация, это вы проигрываете Если оппонента, вы не понимаете Один, вы один стоите, вот оппонент такой говорит Судья говорит, понимаю Второй судья говорит, понимаю Третий судья говорит, понимаю А я говорю, я не понимаю Что вообще происходит Что он несет Что за глупости он говорит А все, все понимают, ну или делают вид, что понимают Ну, ты проиграл в данном случае Здесь хотя бы именно, знаете, околоформальный критерий Хотя бы понятно, почему и по какому критерию тебя слили, сразу становится понятно. Даже если это не всегда супер объективно, не всегда супер хорошо и очевидно, хотя бы люди тебе скажут, ну вот мы не поняли твой тезис. Или ты сделал вид, что не понимаешь тезис оппонента, хотя мы все его поняли. Ну то есть да, мы допустим все читали Платона, а ты Платона не читал, и ты не понял, что сказал твой оппонент. Да, может быть Платон пишет шизу, и может быть Платон вообще олигофренный и дегенерат своего там поколения, умственно отсталый идеалист, там все дела. Не исключено такое, может быть вообще нет смысла здоровому умственно полноценному человеку понимать Платона. Но в данном контексте мы как бы три судьи, мы все понимаем Платона, наш вот коллега тоже Платона понимает, озвучил аргумент из платонизма, ты его не понял в данной дискуссии, но что-то нам не нравится, это пока-пока-пока. Вот по этому критерию Докинс вылетал бы с каждого своего в общем-то заседания, потому что он просто не может ответить оппоненту. Это к вопросу о понимании оппонента, да, о работе с тезисами оппонента, о проработке вообще, о проработке спора собственно. Когда вы выходите на дискуссию, вы наверное должны быть подготовлены к дискуссии, вы должны знать против кого вы выступаете, и что этот человек скажет. Вы должны быть специализированы на споре с ним в некотором роде. Вы не должны быть просто, ну, как бы, я, я, я пришел, я знаю истину в общем, я знаю истину, да, наука, там, я не знаю, Докинс, у, или что-то такое. Вы приходите спорить, потому что вы не только знаете свою позицию, но и потому что вы знаете позицию оппонента в том числе, и вам есть что на нее ответить, и вы ее понимаете, как минимум в том плане, что вы ее можете артикулировать нормально. Если вы не можете нормально артикулировать позицию оппонента, вам здесь вообще не место. Вы не на дискуссию должны были прийти, вам там, не знаю, молиться в буддийском храме где-нибудь там, или в джайнском храме сидеть. Вы здесь не нужны вообще. Должны спорить специальные люди, которые разбираются в системе спора, которые умеют играть по правилам, которые понимают эти правила, которые долго готовятся. Если вы не умеете готовиться, если вы не готовы читать чужие тексты, понимать с них, с ними работать, разбирать аргументацию оппонента, вам здесь не место. Индийские дебаты, они позволяют вам это понять уже по списку правил поражения. Вы пришли, три раза не поняли оппонента, пошли домой. Отправились домой. Все. Конец. Вот ваша история закончилась. Автоматически. Нет. Нет. А может быть и не домой отправились. Вы понимаете? Может быть. Может быть. Может быть. В контексте данного спора на кон была поставлена, собственно, ваша душа, так скажем. Да? И душа вашего оппонента. И тот, кто проиграет, тот и отправляется, ну, в ослужение к другому. И становится его учеником. Вот вы не поняли оппонента три раза? Рискнули многим. И проиграли. Что дальше? А что дальше делать в таком случае? А? Думать надо было. Надо было думать. Дальше пункт. Неспособность к ответу. Попытка избавиться от диспута. Когда мне преподаватель рассказывал про эту попытку избавиться от диспута, типа, убежать. Ха-ха-ха. Да. Ответ по принципу сам дурак. Ну, эдхоминем, соответственно. Отсутствие заслуженной критики. Человек перепутал члены, в общем-то... Ну, вы поняли. Перепутал члены силогизма. Вы такой. Члены силогизма перепутаны. И судьи такие. Молодец. Все правильно. Сидишь такой. Он перепутал члены силогизма. Один раз. Ему фол. Ты тоже такой сидишь. Ты ничего не заметил. Ничего не сказал. Такой. Ну, плевать. Перепутал и перепутал. Тебе фол тоже. Внимательно надо слушать оппонента. Да. Внимательно надо следить за правилами. Судьи за тобой тоже следят. Их трое. Ну, и трое больше, может быть, скорее всего. Ну, трое так условно. Следи. Наличие незаслуженной критики. Ну, это понятно. Если ты критикуешь человека за то, что он не утверждал и не делал, это тоже фол и уходишь. Ну, в скором времени уходишь. Чаще всего на все это дается три попытки. Ну, на многие вещи. Не то, чтобы, да, три раза попытался сбежать, и только потом тебя фолят, наверное, вот от попытки избавиться от диспута. То есть, там, сбежать, там, перевернуть шахматную доску. За это сразу фолят. Но, по большей части, все вот эти вот вещи, ну, три раза где-то повторить надо. Три раза нафолил, пошел вон. Как в футболе. Как в футболе? В футболе два, правда. Ну, ну, неважно. Наличие незаслуженной критики тоже не приветствуется. Неожиданно, да? В европейском споре... Подержите мое пиво. Сейчас, короче, будет... Будет море незаслуженной критики. Чуть-чуть, может быть, немножко заслуженной. И все-таки... О, браво! Дебатер был шикарен. Более того, ну, европейские дебаты, они во многом строятся на риторике чистейшей. И логика там, я не знаю. Будет в гости. Даже когда речь идет о профессорских дебатах. О хороших профессорских дебатах. Там частое много риторики. Но вот в Индии нет. 21 пункт. Отказ от своей доктрины. Это понятно. Странно. Вот такой бац и перевернулся. И стала у тебя другая доктрина. Странно. Неожиданно странно. Применение псевдоответов тоже недопустимо. В общем-то, вот. Следует помнить, что эти правила следует не нарушать. Не столько потому, что это плохо. Или ты проиграешь в кавычках. А потому, что при проигрыше может решиться твоя судьба и судьба твоих учеников. А может и не решиться. На самом деле зависит от условий спора. Индусы куда строже относились к спору. Несмотря на то, что многие сходились на неспособности с помощью индийской логики аргументации познать истину. Ибо истина познается выводом для себя. Довольно суровые правила здесь объединены с довольно суровыми последствиями и ставками. Как минимум, такие варианты вполне допустимы. Ну и соответственно, исходя из таких строгих правил, таких строгих условий, в споры вступать имело смысл только в том случае, если ты реально готов. Если ты реально можешь это сделать. Если ты реально не придешь и не сразу как бы кек, пук и ушел. Проиграл. Вы понимаете. Ответственность за вот этот кек, пук может быть очень серьезная. Будешь потом палыдрать в храме в чужом. Всю жизнь. А может быть и не одну жизнь даже. Вы можете себе представить, в какой нужно находиться кондиции, каким быть профессионалом, специалистом, чтобы соблюдать все правила и исключать все ошибки. Любой из пунктов может явиться причиной для поражения. Например, вы три раза не поняли тезис или аргумент оппонента при условии, что он не сказал бессмыслицу и все прочие его поняли. Очевидно, да? Поражение. А вы можете это не понять. Вы в любом, на самом деле, вы в любом случае не поймете этот аргумент или высказывание оппонента, если вот только вот впервые такие пришли, только увидели оппонента впервые в своей жизни, впервые услышали, что он говорит. И такой, а я не понимаю, что это за глупость такая. Обычная ситуация. Обычная ситуация в жизни. Поэтому вам нужна предподготовка. Вы должны знать, что оппонент скажет, что оппонент может сказать. И вот эти вот профессиональные спорщики, они же друг друга знали по большей части. Они знали, что написано в тех или иных школах, учениях. Они это изучали. Они учили с этим спорить. Это реально были профессиональные спорщики, которые занимались этим. Ну, это своеобразный спорт интеллектуальный. Кстати, Шанкара в таких спорах, когда он обходил Индию вообще-то там, да, у Шанкара, вот основатель Веданте. Адвайта Веданте, конечно. Ну, как основатель. Самый яркий представитель Адвайта Веданте. Он прошел по всей Индии, много с кем поспорил и набрал таким образом учеников. Представьте себе, насколько нужно быть умным человеком, чтобы... Ну, умным в смысле, остроумным человеком, ну вот, и подготовленным человеком, чтобы вот в этих спорах участвовать. Вообще, представляете, и ответственность какая, и какая сила, и какая власть у этого спорщика одновременно появляется. Как у Шанкары, например, пройти по Индии и собрать одну из самых больших религиозно-философских школ, ну вот, на то время, ну... Ну, по сравнению с буддизмом, конечно, так себе, но все равно. Мое почтение. Повторились несколько раз поражения, пропустили заслуженную критику несколько раз. Пропустили заслуженную критику. Сколько в европейских спорах пропускают заслуженную критику, вы себе только попробуйте вообразить. Мы в европейских школах в спорах сидим, там попиваем, я не знаю, коктейль «Кровавая Мэрия», пропускаем большую часть слов оппонента. Вообще-вообще плевать по большей части. Ну, сказал и сказал. Вообще-вообще ерунда. Засыпляемся за какие-то рандомные высказывания, которые нам показались наиболее слабыми. Иногда, может быть, они не были слабыми. Как-то их понимаем. Ну, в общем, как-то все у нас спонтанно получается. Наши формы дебатов. Довольно спонтанно и довольно, в общем-то, ну, ничтожно по сравнению с тем, что было в Индии. Опять же, да, незаслуженно покритиковали оппонента. Поражение тоже может быть. По таким правилам, любой современный европеец проиграл бы, только выходя на площадку диспутов. Даже среди докторов и кандидатов в наук, я не знаю ни одного, кто мог бы соблюсти все эти правила, даже при очень большом напряжении. Потому что такому формату спора на Западе точно не учат. Ну, другой вопрос, насколько хорошо, что с помощью споров вообще решается судьба человека. Может решаться судьба человека не всегда решается, а может решаться судьба человека. Это важное, да, дополнение. Насколько это важно, насколько это хорошо. Насколько хорошо, что вроде бы логика, которая понимается как инструмент и вывод для другого, может иметь такие далеко идущие последствия, тоже не до конца понятно. Ну, вот такие были традиции в индийских спорах. Возможно, они где-то до сих пор и существуют в Индии, в прекрасной, большой, духовной, невероятной. Индийская культура очень богата на разные открытия, на разные разработки. И то, что я сейчас вам показал, это малая-малая-малая доля из них, даже в области логики. Если вы очень хотите продолжить ознакомление, рекомендую вам прочитать Ньяи Сутру, прочитать тексты Навьян-Ньяи и все, что о них там написано разными специалистами. Ну, не все, такие большие массовые монографии, самые поверхностные. Рекомендую прочитать какие-нибудь отрывки текстов Дигнаги и Дхармакирти, которые тоже перечислялись выше, если вам тоже это очень сильно интересно. Ну, по таким вот абстрактным вопросам, опять же, более-менее простым, энциклопедически, можно опять же обратиться к основным учебникам и энциклопедиям, типа там Радхакришнана по индийской философии, там тоже есть упоминания Ньяи. Есть отдельные упоминания Ньяи у Шохина, у Шохина можно тексты поискать, у нашего русского, в общем-то, специалиста в МГУ, работал долгое время, сейчас я не знаю, правда, где, ну и так далее, так далее, так далее. У Андрея Всеволодовича Парибко можно найти тоже всякие статьи и материалы по поводу индийской и, в частности, буддийской логики. То есть развивать эту тему, которую я преподал, ну, на просто вот вообще супер базовом уровне, можно продолжать, если вам это очень интересно. Друзья, кстати, список я заранее не подготовил, я его сейчас из головы выдумываю. Ну вот, ну вот, ну вот что-то вот такое, да, все-таки мне это чуть-чуть ближе, чем ничего. Все же я, да, но все же я не специалист в данной теме. Так что, друзья, так что, друзья, так что, друзья, вот такая небольшая, такая небольшая водная лекция. Это к вопросу о том, была ли в Индии на Востоке вообще философия. Можно ли это называть философией? Ну, вот-вот не знаю, ну вот не знаю, да. Вот как хотите думать, думайте сами, решайте сами, была ли в Индии философия и логика. Вы вольно решать, в общем. Всего доброго, друзья, спасибо большое. Приходите, пожалуйста, на мои стримы. Я буду вас, я буду вас на стримах ожидать. Я надеюсь, вы там со мной повстречаетесь еще много-много-много раз. Стримы 18.00 на всех ресурсах, если YouTube вдруг удалят по неким секретным причинам. Переходите в ВКонтакты, Телеграмы, Дискорды, ссылки в описании. Я вас там всегда жду. Заходите в беседу ВКонтакте, заходите в Телеграм, в беседы. Можно обсуждать разные вещи, иногда отвечаю везде. В общем, друзья, спасибо вам большое. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok